Павел I, правнук Петра I, основателя Петербурга. Какова роль Павловска в его жизни и насколько он его действительно любил, обожал, я позволю себе слово, боготворил? Во-первых, надо не забывать, что это был сначала подарок, подарок матери по случаю того, что у него родился сын. Будущий Александр I. Будущий Александр I. И вот Павловск рождается, конечно, у него был создатель. Екатерина предложила Чарльзу Камерону сделать проект Павловского дворца, но участие и того и другого супруга в этом было непременно. Мы находимся в парадной анфиладе Павла Петровича. Первоначальная планировка была выполнена, конечно, Чарльзом Камероном. Открывается анфилада сначала маленькой туалетной, затем идет малый кабинет Павла Петровича и его библиотека. Это центральный интерьер и этой северной анфилады. Когда Брэнн приступает к отделке, любое желание Павла Петровича он исполнял. А то мы вместе смотрели, что лучше. У Павла был совсем не дурной вкус. И главное, он разбирался. Он разбирался во всем. И так вот для библиотеки огромная плоскость стен. Их чем-то надо заполнить. И Брэнна выбирает. Вот здесь мы с вами видим французские шерстяные коврики савоннерей. Для чего такие коврики могут пригодиться? Их очень много выпускалось, потому что они нужны были в каждом замке для шерм. А, для шерм. Я подумал, чтобы теплее было. В огромных замках было много дверей и окон, и были страшные сквозняки. И вот савоннерей на этом и сыграло. Ну а когда в 1795 году был написан большой парадный портрет Марии Федоровны, то, конечно же, ему место отводилось в библиотеке Павла. Мария Федоровна стоит у стола. На столе бронзовый бюст ее супруга. Бюст. Ну посмотрите, как Павел как бы улыбается и смотрит на свою супругу. То есть такой говорящий очень бюст. Влюбленный. Влюбленный взгляд. Мария Федоровна на столе придерживает мольбер. И здесь уже художник подчеркнул, что сама Мария Федоровна была замечательной художницей. Да, это правда. Но обратите внимание на этот рисунок. Она сама его нарисовала. Она нарисовала профили своих многочисленных детей. Так что Мария Федоровна здесь показывает прежде всего не только как хозяйку Павловска, как супруг великого князя Павла Петровича, но и как мать и художница. Видите, сколько сразу достоинств. Вот давайте с вами теперь обернемся к этому столу. Это шедевр мебельного искусства. Но самая большая особенность этого стола в том, что он украшен деталями из славовой кости. Ножки, лампы и вот этот декоративный храм. Павел Петрович с детства воспитывался в духе особого почитания своего великого прадеда. А его великий прадед умел работать на токарном станке. Он много чего умел, в том числе и это. И поэтому Павла Петровича с детства тоже приучили. Он умел работать, но как-то это его не особо увлекало. А когда Мария Федоровна увидела и спросила, а что это такое? И ей показали, что это. И ей захотелось этим пользоваться, научиться этому. И вот в Россию был приглашен Иоганн Николаус Фай, который прекрасным был резчиком по кости. И вместе с Иоганном Фаем Мария Федоровна делала украшения для этого стола. К тому же она еще не только слоновую кость обтачивала, а она еще работала с янтарем. Здесь на столе ее персональный подарок, потому что здесь подпись ее и дата стоит, когда она преподнесла эту чернильницу своему супругу. Все сделано ею, кроме бронзы и кроме монтировки. А вот все, и слоновая кость, и вот все эти детали из янтаря она точила сама. Это действительно ее персональная работа. Ну что, Людмила Валентиновна, мы с вами продолжаем путешествие по Павловскому дворцу, прогуливаясь, что называется, оказались в другом зале. Я думаю, один из тоже знаменитых интерьеров Павловского дворца. И нас окружают те самые скульптуры. Да, мы находимся в Хавалерском зале. И мы находимся уже в Императорском Павловске, когда в 1796 году Павел вступил на престол, то он поручает Бренне расширить Павловск, потому что именно Павловск должен был стать главной императорской резиденцией. Вообще? Или летней только? Летней, но именно Павловск. И Бренне расширяет дворец, делает новые пристройки. И вот среди новых пристроек это кавалерский зал. Здесь как раз происходили встречи с кавалерами Мальтийского ордена. И вот эта вся плоскость стен, видите, как Бренна их членит на несколько ярусов, чисто орнаментальный, потом такие ярусы с полочками, наконец, поверху идет как бы огромная такая музыкально-танцевальная процессия, античные шествия. И зал сразу как бы оживает, и это особенно подчеркивает вот эта скульптура античная. Павел очень любил Павловск, собственно говоря, и все его... Я так думаю, что государственные преобразования, они воплощались в том числе и вот в интерьере дворца. Ну, в том числе, я думаю, да. Огромный квадратный зал, площадью более 400 квадратных метров. И Бренна здесь очень декоративен. Вот где его искусство декорации проявилось. Появляются окна. Друг против друга они наполняют зал света. Скругляют углы. И в углах появляются эти красиво декорированные ниши. А еще в каждой нише стоит гипсовая печь. Это не декорация. Это были печи, которые топились, потому что огромный зал, его нужно было натопить. И еще, это тоже идея именно Бренны. Он решает, что арки окон должны поддерживать такие женские креатиды. И он приглашает двух величайших скульпторов. Ивана Петровича Маркса и Михаила Ивановича Козловского, которые и создают эту работу. Людмила Валентиновна, гулять по Павловскому дворцу можно бесконечно, конечно же. Я выбрал именно этот маршрут вместе с вами и под ваши рекомендации, потому что без вот этой прогулочной картинной галереи сложно представить, в принципе, времена правления Павла Первого. Она тоже играла важную декоративную и политическую роль. И политическую роль тоже, конечно. Потому что именно в картинной галерее назначались такие своеобразные свидания политиков, которые под музыку прогуливаясь могли решать какие-то очень важные проблемы. Вершили судьбы мира. Да, и судьбы мира в том числе. Здесь преобладает, конечно, голландская живопись, пламандская и немножко итальянская. Поскольку это была вот такая прогулочная галерея, где собирались только, скажем, дипломаты, политики, то здесь мы с вами видим очень интересный подбор предметов декоративного искусства. Красивейшая консоль того периода, золоченая бронза XVIII века. И специально для картинной галереи были выполнены еще жирандоли русской работы. Людмила Валентиновна, последний вопрос, который я вам, наверное, не могу не задать, потому что это интересует всегда всех, кто приходит в Павловск, приезжает в Павловск, либо же вспоминает Павла Первого. Его судьба очень трагична. Это была большая трагедия в истории как страны, так и его непосредственно семьи Романовых. Могло ли сложиться иначе? В принципе, да. Все могло бы быть иначе, если бы сам Павел не был столь... нисколько беспечен. Он слишком доверял людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова